Саламастар макурмите ватандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я хотел вам сегодня сообщить, что наш самопровозглашенный лидер нации, лидер нации, понятно, в кавычках, Нурсултан Назарбаев, умер. Или, точнее говоря, правильно сказать, мертв. Я вчера проводил прямой эфир и обратился в Тухаеву с предложением, чтобы он переговорил с Назарбаевым, потому что очень много циркулировало слухов, что Назарбаев мертв, и последний раз его увидели 10 марта на встрече с Путиным, выглядел он неважно, был какой-то встревожный, напуганный. Ну и, собственно, вы знаете, что именно в этот период началось массирование падения цен на нефть, и как раз и Россия, и Казахстан определялись по поводу принятия гарантирных мер по распространению коронавируса. Вот и с того времени мы не видим Назарбаева, а за это время произошли кардинальные изменения, то есть цена где-то была в районе около 40 долларов за баррель, она потом упала до 21-22, а вообще наша нефть марки Юрлс в Казахстане производится нефть марки Юрлс, вообще ее стоимость 0, ну убыток, если быть точным, сейчас работает. Когда там вы видите биржи, цены поднялись, это все, это отдельная жизнь, наша нефть сейчас продается в убыток. И вот, собственно, нефть была то самое, на котором катался Наршултан Назарбаев, вся его семья, они разбогатели, стали супермиллиардерами и так далее, и все валится, а Назарбаева нет. Конечно же, мы прекрасно знаем, что именно он рулил страной, дергал за ниточки Токаева, который изображал, изображает, что он президент, и вот в этих сложных ситуациях, кто обычно всегда стоит на острие и показывает реальные качества лидера, ну тем более он в Конституции, везде прописал, во всех законах, что именно Наршултан Назарбаев является лидером нации, как вы понимаете, не было референдума, никто его не, на этом референдуме, скажем, не провозглашал лидером нации, это самопровозглашенный, вообще лидер нации, они становятся при обычных вещах, когда люди действительно реально голосуют на открытых, честных выборах, и это только период в цивилизованном мире, два срока максимум, и все, Назарбаев у власти уже 30 лет, и вот мы бы хотели бы понять, а где же этот самопровозглашенный лидер нации, именно поэтому я вчера обратился к Токаеву, сказав, что сходи-ка к Назарбаеву и скажи, вот народ требует, при этом не надо нам засовывать какие-то старые фотографии, или старые видео, или средства массовой информации, говорить, что вот он там сделал заявление, когда было недавно, когда якобы Назарбаев заявил, обратился к нации с просьбой, чтобы люди сбросились и сформировали некий фонд Брегемс. Как видите, тем не менее, после вчерашнего моего выступления, заявления, сегодня немедленно появляется сообщение в прессе, что Нур-Султан переговорил с Нур-Султаном, или с Акимом Нур-Султаном. Ну, то есть, понятно, что Назарбаев уже нами не должен восприниматься, пусть даже как самопровозглашенный лидер нации, потому что нашему народу сейчас очень трудно, очень тяжело, люди встревожены, многие десятки, сотни тысяч не знают, на какие средства прожить в этот период карантина, и мы не слышим реального и истинного лидера нации, мы не видим, чтобы лидер нации, если он так себя называет, принимал какие-то решения, собирал совет безопасности, принимал какие-то ответственные решения, обсуждал с нацией в сложный период, в сложный период обсуждал с нацией, советовался и говорил, скажите, что мне делать, какие действия нам нужно осуществить, советовался бы с народом, который прекрасно знает, насколько тяжело сейчас в нашей стране, и наш народ бы озвучивал бы эти проблемы, понимая, что эта власть действительно избрана народом, и будет реализовывать те или иные действия, которые облегчат жизнь всего народа. То есть, Назарбаев не проявил себя как лидер нации, и когда прозвучали обращения, чтобы он вышел и сказал свое веское слово, мы это не увидели. Поэтому, я считаю, уважаемые друзья, мы имеем полное основание считать, что так называемый лидер нации мертв. Его нет с нами. И мы понимаем, что это так называемый лидер нации прячется позорно где-то, потому что он все эти годы обманывал, ввел нацию в пропасть, и мы это сейчас все осознаем. Это не лидер нации, это человек, который пытался всю страну и нацию повергнуть в хаос, и нам теперь с ним не по пути. И так называемый лидер нации должен быть в сознании наших людей, как человек, обокравший нашу жизнь, укравший у нас 30 лет, и вернувший страну в катастрофу. Вот кто он. И поэтому нет у нас лидера нации, нет Ельбасы, и пусть Назарбаев с этого момента мы будем считать, что он мертв. В этой связи у нас формально-юридически теперь является президентом страны Такаев. Я так понимаю, что теперь мы должны все вопросы, которые возникают, адресовать ему и предъявлять ему соответствующие претензии. Ну давайте мы сейчас по этому поводу поговорим. Вот Такаев объявил о введении телечайного положения. И телечайное положение было объявлено в связи с борьбой против коронавируса, который, по сути дела, уносит тысячи, десятки тысяч жизней людей. Вы знаете, что в Соединенных Штатах Америки вчера больше, умерло более тысячи человек. И по прогнозам специалистов, которые озвучил Трамп, он сказал, что при благоприятных условиях, если будут люди соблюдать правильные условия карантина, они предполагают, что скорее всего погибнет от 100 до 240 тысяч человек. Но в Америке еще не наступил даже пик развития коронавируса. Поэтому это такие предположительные версии, очень осторожные. Судя по всему, жертв будет больше. И в этих условиях, когда, наконец, высшее руководство страны начало осознавать опасность от развития коронавируса, мы видим, что эта власть принимает такие решения, которые не помогают избежать болезней нашему народу, а наоборот, по сути дела, являются разносчиками этой инфекции. Все их действия направлены именно на это. Но вы посмотрите, мы предлагали, чтобы это правительство выдало каждому гражданину, включая младенцев, по 50 тысяч тенге. Это небольшая сумма на масштабах страны, масштабах человека. Семья имела бы 200-400 тысяч человек. А что сделал Дакаев? Они принимают решение выдать некие 42 тысяч 500 тенге, минимальную заработную плату. Сначала до полутора миллионов человек объявляют, потом, после нашей критики, круг расширяется, и эти люди все равно не смогли получить. Потом они добавляют, что нужно внести 2 тысяч тенге единый социальный так называемый платеж. При этом выясняется, что электронные системы правительства не готовы, ЕГОВ не готов. Они сейчас открывают разные сайты, боты в Телеграме и так далее, пытаются лихрадочно это решить проблемы, но при этом не учитывается, что у людей в основе своей нет компьютеров, нет соответствующих смартфонов, люди не умеют пользоваться этими технологиями. Более того, огромное количество населения живет в той части страны, где по сути нет интернета, они не пользуются интернетом. Это практически минимум половина страны. В этих условиях принимается преступное решение о том, чтобы выдать эти так называемые 42 тысячи 500 тенге в электронном формате. И вы видите, что происходит. Люди не могут получить доступ, не могут получить деньги. Реально страна накануне голода. И многие люди голодают. Голодают, в результате преступных действий Такаева и этого правительства. Непрофессионального, неподготовленного, не умеющего делать самые элементарные вещи. Просто раздать деньги. Причем, мы же предлагали. Мир эта технология использует. Люди, у них есть, у правительства есть единая база. известная у кого, какое количество детей. И это все автоматически делается. Не надо не создавать никакие очереди. Вся инфраструктура для этого создана. Есть банки, есть компьютерная система, есть учет. То есть, у правительства все есть. И они придумали такую систему, которая создает максимальные трудности нашим людям. И более того, она становится по своей сути опасным механизмом распространения коронавируса. Вы сегодня, наверное, видели, как люди шли в банки, в разные государственные учреждения. Огромные толпы людей, незащищенных от распространения коронавируса, без масок. По сути, происходят драки между разными женщинами и охранниками, полицейскими. Это происходит сейчас на наших глазах по всей стране. То есть, когда объявлено чрезвычайное положение, когда правительство должно заботиться о том, чтобы люди не заболели, фактически все эти действия привели к тому, что, наоборот, коронавирус будет распространяться усиленно по всей стране, в стране, и это правительство во главе с Токаевым поставило под угрозу жизнь миллионов. Я считаю, что есть все основания привлечь к уголовной ответственности, как Токаева, так и правительства, члены правительства, которые участвовали принятие такого преступного решения. Это очевидно. Генеральная прокуратура обязана возбудить уголовные дела в соответствующие законы, нормы закона есть, которые они обязаны применить. Более того, именно Токаев, по сути дела, я считаю, совершает предательство перед своим народом, перед нацией, и опять же, соответствующие нормы закона по этому поводу есть, которые именно описывают ситуации вот такого рода в законе о чрезвычайном положении. Я прекрасно понимаю, что прокуратура подчиняется Назарбаеву, формально, как бы, Токаеву, я понимаю, что они не возбудят уголовные дела, но я сейчас это фиксирую, все мое обращение останется в интернете, на видео, и когда очень скоро произойдет смена режима, существующий генеральный прокурор и представители прокуратуры, находящийся на высших должностных постах, которые обязаны по роду своей деятельности возбудить уголовные дела и не предприняли такие действия, они, безусловно, тоже попадут под действие закона автоматически, они будут преследоваться новым правительством демократического выбора Казахстана. Это я сейчас заранее говорю. Итак, мы видим, что попытка раздать 42 500 тенге прямо противоречит действиям самого правительства, прямо противоречит закону чречального положения, когда все действия, наоборот, направлены по дестабилизации порядка, по дестабилизации общественной ситуации, которая сложилась в стране, по тем мерам, которые связаны по нераспространению коронавируса, все направлено, наоборот, в обратную сторону. Поэтому я еще раз хочу сказать Касмжимарту, Касмжимарту, если у тебя правительство такое, ну скажем, прямо бестолковое, непрофессиональное, ты просто прислушайся. Я знаю, что вы сейчас буквально со скрежетом, со скрипом вынуждены идти по тому пути, который мы озвучили. Тот путь, который лично я озвучил, он не является каким-то особым. По такому пути двигается весь мир и попытка пойти каким-то другим особым путем по сути приведет вас к плохому концу, потому что вы сейчас совершаете преступление против своего народа. Я хочу сказать, что сегодня я отметил Тукаева, что он вынужден был предпринять следующее решение, то есть воспринял нашу критику. Я предыдущие дни, два дня назад выступал и говорил, почему Тукаев, как Трамп, не выходит каждый день и не рассказывает о ситуации в стране. Трамп по всем основным вопросам, которые связаны с благополучием Соединенных Штатов Америки и мира, делает заявления, делает прогнозы, он пытается повлиять на мировые события, он формирует ситуацию, вектор у себя в стране, он ведет себя как настоящий президент и выступают рядом с ним его советники, министры. Это происходит во всех странах мира. Поэтому два дня назад, конечно, я очень жестко критиковал Касмжумарта и вот сегодня, как я говорю, Браво, Касмжумарта, было заявлено, что выходят различные министры, министр обороны, министр здравоохранения, санитарные врачи и так далее. Первый шаг сделал, значит, вы можете это делать? Никто вас не будет упрекать, в том числе и я, что, смотри-ка, Касмжумар, ты делаешь, что называется, кальку с нашего выступления или с моего выступления. сейчас речь не об этом идет, сейчас мы должны думать о том, как спасти страну, как спасти здоровье людей и хотя меня критикуют и говорят, чтобы я вас не учил, я, тем не менее, считаю, что своим долгом рассказывать, что нужно вам делать и тогда будет у нас меньше проблем, будет меньше проблем у наших граждан, меньше у нашей страны. я не сомневаюсь, что вы все равно в этом году будете отстранены от власти, но еще раз повторюсь, наша задача сохранить страну, сохранить какие-то институции управления страной, наша задача, чтобы мы относительно мягко прошли все эти проблемы, связанные с кризисом на рынке нефти, связанные с кризисом, связанные с развитием, распространением коронавируса, наша задача сохранить нацию, здоровье нации, и поэтому сейчас речь не идет о том, чтобы над кем-то глумиться, а речь идет о том, чтобы действовать энергично и правильно, поэтому еще раз, Касмжамар, вы сейчас первые какие-то рекомендации исполнили, министры стали выходить, теперь важно, чтобы ты выходил каждый день, выходил Оскар Мамин, премьер-министр, выходили разные министры, в частности, особенно министр сельскохозяйства, я считаю, должен выходить, потому что сейчас в мире очень опасная ситуация с продовольствием, и мы должны понимать, как обстоят дела у нас в Казахстане, очень много информации приходит, что 7 миллионов тонн зерна якобы похищены, это фактически почти половина объема производства, годового объема производства зерна, если это так, то опять мы находимся на грани опасной ситуации, и министр сельскохозяйства должен разъяснить, что происходит в нашей стране, также вы, как правительство, обязаны понизить цены на нефтепродукты минимум в два раза, потому что цены на нефть упали на марку Юрлс фактически до нуля, сейчас наше нефтегазовое отрасль работает в убыток, а вы объявили, что Тимур Кулебаев делает скидку для оградников на 15% от текущей цены, а вы ему еще минимум 100 миллиардов фактически получаются разными способами компенсируете эти деньги, которые должны пойти людям, вы опять ему засовываете в карман, и надо это прекратить, если так называемый лидер нации уже не лидер нации, то бери на себя бразды правления и решай, это не сложно, вышли же твои министры, мы над тобой не хохотали, молодцы, выходи сам, выходи, пускай выходит премьер-министр рассказывает, что-то происходит на железной дороге, которая при нем была разворована, наверное, надеюсь, она сейчас оздоровилась, все члены правительства должны выходить и рассказывать о текущей ситуации. Теперь дальше, что касается следующих действий, я хочу отметить, что опять же вы делаете полушаги, ну в частности я критиковал действия Национального банка и говорил, что это единственный Национальный банк мира, который в условиях кризиса вместо того, чтобы уронить ставку вниз, была ставка 9.25, Национальный банк поднял его до 12 годовых, тем самым фактически сделав так, что кредиты стали дороже в условии, когда весь мир помогает бизнесу, своему бизнесу в каждой стране, Центральные банки понижают учетную ставку или оставляют ее на прежнем уровне как минимум. Наш Национальный банк умудрился поднять его до 12 годовых, но сегодня я услышал хорошую новость, Национальный банк снизил, но снизил не до того уровня, который был 9.25, а снизил 9.5. Сейчас речь идет о том, чтобы мы могли облегчить жизнь предпринимателей, бизнеса, потому что за ними тысячи, десятки тысяч рабочих мест, и моя рекомендация была уронить ставку хотя бы до 6%, России же 6%, они не поднимали, как вы, до 9 или до 12%, вы сейчас на вчерашнем заседании и позавчерашнем заседании правительства заявили, что вы видите инфляцию 9, приблизительно 11% в год, никто не верит вашим данным, потому что инфляция ушла уже далеко вперед, сейчас цены на основные продовольственные товары поднялись от 30 до 50%, и все ваши рисунки, что 9, 11%, они может быть вам нужны для отчетности, и так и пишите, но Россия же находится на ставке 6%, если вы ориентируетесь на российскую экономику, и инфляция по сути экспортируется из России в Казахстан, а в России говорят, что у них инфляция будет на уровне 6-9%, ну делайте ставку 6%, облегчите предпринимателям, добейтесь, чтобы действительно кредиты были доступны, можете же делать, да, вы скрипите, упираетесь, зачем, подняли до 12, уронили до 9,5, это опять же как к мертвому припарке, вы все время запаздываете, все время, и завтра вы будете формировать новые новые ошибки и с позором уже исправлять уже в той ситуации, когда нужны принимать другие меры, более энергичные, поэтому я сейчас еще раз хочу сказать, что вы сделали полушаг, и учетную ставку Национального банка нужно понижать до 6%, следующее, по мобилизации, мы вчера услышали, что вдруг брынт решение по некой мобилизации, условиях чрезвычайного положения, никто не получил разъяснения, сейчас к людям приходят повестки, им звонят из военкоматов, при этом в средствах массовой информации звучат сообщения, что Акимы областей будут подходить избирательно, что именно в некоторых регионах есть угроза паводков, что нужно проводить дезинфекцию якобы, и вот эти люди в той или иной мере будут привлекаться, но мы знаем четко, когда существует у кого-то избирательное право привлекать, не привлекать, ваши военкоматы на этом будут жить на взятках, люди будут откупаться, чтобы их не брали, там звучит следующее, что якобы эта мобилизация нужна для того, чтобы привлечь людей на борьбу с паводками, на дезинфекцию, что таким образом у якобы не хватает военных людей подготовленных, но странные вещи звучат, потому что достаточно людям заплатить адекватные деньги и люди с одного конца Казахстана прилетят в любую точку, чтобы получить работу и участвовать как в работах по дезинфекции или по борьбе с паводками и для этого создавать хаос, запугивать граждан, отрывать кормильцев от семьи, это я считаю вообще неадекватно, то есть к нашим людям относятся как к животным, захотел туда отвез, захотел сюда отвез, то есть где права наших граждан, где их жизнь текущая, где их семьи, все в сторону, то есть где-то в кабинете кто-то принимает решение, с нами никто не считается, делать что хотят, мы прекрасно понимаем, что это способ еще борьбы с активистами, гражданскими активистами, которые отстаивают свои права, позиции, которые видят будущее совершенно другое, другое развитие страны, именно демократическое государство и пользуясь этим чрезвычайным положением власть хочет заткнуть рты нашим активистам, сажать их на гауптвахту, потому что в условиях чрезвычайного положения это серьезный рычаг, чтобы воспользоваться всеми этими возможностями, использовать еще более неправовую ситуацию, мы знаем, что наша страна не живет по правым нормам, что наша страна это фактически диктаторское, когда права человека вообще ничего не значат, и помимо всего этого прочего принимается закон о чрезвычайном положении, теперь якобы некая мобилизация, и все направлено на деструктив, создается опять сложнейшая ситуация возмущения среди граждан, госпожимар, сейчас не стоит речь о том, что я хочу тебе и Тиму руку любаю дорогие остаться у власти, нет, абсолютно, вы все равно уйдете, сейчас речь идет о том, как вы уйдете, если все эти действия будут продолжаться, я уже не первый раз говорю, разъяренный народ снесет вас вместе с вашими дворцами и с вашей небольшой охраной, которая на тот момент останется, потому что вас охранять не будет никто, но к сожалению тогда снесут и много другое, наша задача сохранить государство, порядок, инфраструктуру и так далее, поэтому те действия, которые вы сейчас осуществляете, они наносят вред нашей стране и так же нанесут вред вам, вашей личной безопасности, уважаемые граждане, ко мне обращаются с вопросом, что же делать, кто-то не хочет участвовать в этой мобилизации, это конечно дело ваше, но что я хотел бы сказать, сейчас наступил момент, когда правительство всеми своими действиями фактически объявляет себя вне закона и у нас появляется сейчас масса возможностей добиться смены этого режима, ну посмотрите, во-первых, своими решениями это правительство вызывает гнев ярость всего народа, миллионы людей не могут получить 42 500 тенге, второе, это власть, они открывают всякие разные программные продукты именно в чате, в бессенджере телеграм, как вы знаете, именно в телеграм существует чат активисты ВК, именно мы через телеграм общаемся, основная часть нашего народа до последнего момента использовала ватсап, мы год потратили даже больше для того, чтобы убедить людей перейти на телеграм, чтобы могли создать сообщество, увеличить количество наших сторонников, распространять информацию о деятельности демократического выбора Казахстана, ну, правительство нам помогло, спасибо им, теперь миллионы людей заходят в телеграм, мы имеем возможность теперь рассылку делать массовую в телеграм, приглашать их участвовать в работе демократического выбора Казахстана, спасибо тебе Хасмжамар, ты сделал еще шаг, чтобы этот режим пал, мы всегда говорили, что полиция и армия будет с народом, они будут тогда, когда у нас будут десятки тысяч, уважаемые активисты, если вас принудят участвовать в этой мобилизации сроком от трех недель и более, я считаю, что надо идти, почему, потому что это прекрасная возможность прийти в ряды вооруженных сил и сагитировать, чтобы они были на стороне народа, вспомните, как было в семнадцатом году, когда царская Россия воевала с немецкой германской империей, вот эта вооруженная часть народа, которая стояла на передовой, она просто развернула штыки и царский режим был свернут, поэтому этот режим сделать еще шаг, этой мобилизации, они фактически нам дают возможность, чтобы провели агитацию, чтобы вооруженные силы действительно были с народом и те броневики и танки, которые сейчас стоят вокруг Алматы и Астаны, они будут развернуты против этого режима, я считаю, что они все делают для того, чтобы приблизить свой конец, и мы должны это использовать, я тебе, Хасанжимар, просто подсказываю, я вижу, что ты не хочешь очень быстро делать, действовать как нужно и ты делаешь все для того, чтобы этот режим пал, спасибо тебе, Хасанжимар. Итак, я вижу, что хотя критика частично действует, но в реальности, в реальности даже делает часть правильных действий, при этом этот режим действует так, что наносит вред нахождении их самих в области, и это для нас хорошо, единственное, что печально, что к сожалению пострадают многие люди, получив именно инфицировав вот в результате стояния в этих очередях и так далее, это конечно очень печально. Итак, я хотел бы в итоге резюмировать свои выступления, я еще раз хочу повторить, что если этот режим хочет чуть-чуть подумать о своей стране, о народе, и немного о себе, то им немедленно нужно выдать 50 тысяч каждому человеку, немедленно нужно скид сделать снижение цен на нефтепродукты и двигайтесь пошагово, пошагово двигайтесь и я думаю, что ваш конец не будет такой яростный и плохой, который я вам предвещаю в случае, если вы будете действовать так же. Я считаю, что мы должны наверное от Токаева потребовать продемонстрировать тело нашего самопровозглашенного лидера нации, чтобы мы действительно о нем забыли и сказали ну что делать, мы 30 лет молчали, это наша вина, что называется, ладно, Нурсултан, до свидания, мы сегодня будем лицом к лицу разговаривать теперь уже с Токаевым, с Дарегой, с Тимуром Кулебаевым, с Каримом Масимовым и будем требовать от них, будем действовать, будем бороться с ними и добьемся построим новую страну. Вот то, что мы должны сейчас потребовать от Касунжумарта, вчера я сказал, чтобы неплохо было бы Назарбаеву объявиться, но он объявился вот в таком виде, не вживую, ставки сдвинуты, стали вместо 12 9,5 нужно понизить до 6 годовых, нужно бизнесу простить проценты на 3 месяца минимум 10 годовых, на эту сумму должна процентная ставка упасть, если у них ставка 15, должна быть 5, и еще раз, российские эксперты в тревоге, банковская система в России может разориться, минимум 50% кредитного портфеля будет не возвращена, это говорят все эксперты, Касунжумарта, пока не поздно, делай то, что я тебе говорю, заплати за 3 месяца проценты всему населению, 7 миллионов 700 тысяч человек имеет кредитный портфель в банках, за 3 месяца это небольшие деньги, и соответственно всему бизнесу, это существенно облегчит ситуацию, которая складывается в экономике, самое главное, вы сохраните банковскую систему, банковскую систему не моя, она Назарбаева, но сейчас речь идет о том, чтобы эта инфраструктура сохранилась, потому что если банки не будут работать, люди не могут получить какие-то, сделать какие-то платежи, осуществить покупки, будет новый хаос, и вы на грани этого хаоса, поэтому, Касунжумар, еще мой тебе совет, срочно заплати эти проценты, ты увидишь, хотя я к тебе и ко всему правительству отношусь плохо, но я здесь понимаю, что ты получишь много благодарности от этого народа, и потому что это повлияет на их жизнь, это спасет жизни десятков тысяч людей, я на сегодня свой эфир завершаю, я и в субботу и воскресенье тоже буду выходить в прямые эфиры, уважаемые друзья, следите за нашими выступлениями, за программой, вы видите, это правительство пятится, все равно делает, делают в меньшей степени, делают ошибки, и они делают, мы можем влиять, наша задача оказывать давление на это правительство, оказывать на Токаева, сейчас очень критическая, опасная ситуация, в первую очередь для нас, а потом уже и для них, именно мы сами должны взять судьбу, судьбу страны, свои руки, судьбу своей семьи, свое будущее, иначе мы никогда не сможем стать сильной нацией, сейчас то самое время, когда мы должны проявить свои самые сильные качества, Аллах, Казахстан.